А база будет источником хороших новостей, уверены участники встречи. Городообразующее предприятие «Рудник» стремится к новым горизонтам. Развитие результат огромных усилий и длительных переговоров правительства республики, предприятия и города с Евразом. Виктор Зимин поблагодарил компанию за сотрудничество. Цель этой встречи – через СМИ узнать, что волнует людей. Один из первых вопросов журналистов – формирование нового состава правительства республики. Когда будут утверждены заместители главы региона, которые до сих пор имеют приставку ИО? Решение на следующей неделе я приму. И процентов 60 замов поменяется. Потому что я не могу уже и тянуть это до бесконечности. Да, вопрос есть. Знаю, что пора принять это решение. Потому что это главные координаторы, которые работают по координации всех министерств и ведомств, несут на себе грандиозную нагрузку. Разговор зашел и о погоде. Ранние заморозки и снег лишили многих сельхозпроизводителей республики доброй части урожая. Виктор Зимин отметил работу нового министра сельского хозяйства. Он в курсе ситуации действует оперативно. Александр Башков уже провел переговоры в Москве по оказанию федеральной помощи. Мы, конечно, заявились на убытки. 300 с лишним миллионов. Я думаю, что мы защитим. Сейчас моя поездка. Я зайду к министру. У меня есть отношения. Я переговорю. И пролоббирую этот вопрос. Надо еще деньгами будет помочь. Но мы, я вам сразу заверяю, у нас не будет ЧП. На фураж нам хватит, то есть на корм. У нас нет продовольственного зерна на продажу. Вот тут убытки предприятия потерпели, которые шли с зерном на продажу, на реализацию. Но поголовье про корме, население даже не почувствует вообще ничего и скачка цен не будет, ничего не будет. Еще одна тема по погоде – начало отопительного сезона. Единичные инциденты были, но в целом республика затопилась нормально. Отдельно решается вопрос по Черногорску. Это большой проект по подключению его к Абаканской ТЭЦ. С запуском нового энергоблока ее мощностей хватает. Вот сейчас обсчитали. Вроде все получается. Я Богом молю, что мы пойдем на этот вариант. Осталось чуть-чуть. Мы сейчас готовим письма на правительство, на Госдуму, на Минэнерго. Сроки исполнения этого проекта. Стоит он 2 миллиарда. Это без внутренних сетей, реконструкции внеплощадочных сетей. Только сроки. Они готовы за год прийти в Черногорск. С учетом строительства сетей, перевод города угольщиков на отопление от Абаканской ТЭЦ может произойти в 2019 году. Максим Карамашев, Ольга Барловская, Александр Сурдюк, РТС.